Добрый день! С вами студенческие новости Академии Матусовского и я, Дарья Демянева. В последний день зимы мы спешим поделиться с вами самыми горячими новостями из жизни лучшего творческого вуза Донбасса. Сегодня в выпуске. Новый мастер-класс. Я думаю, каждый для себя вынес что-то полезное. Ну, кому-то, может быть, это было неинтересно, но, я думаю, большая часть заинтересовалась в нем. Во-первых, радость, потому что я попала на этот конкурс. Во-вторых, есть такое, как боязнь сцены немного, то есть много волнения и думаю, чтобы из-за волнения не сбиться. Татьяна Ивановна была еще моим педагогом, когда я училась в училище по классу фортепиано. Во-первых, то, что прекрасный учитель, милая женщина, всегда улыбчивая, заряжает добротой, позитивом и своими знаниями. У студентов Академии Матусовского заканчивается прохождение практики. Представители нескольких специальностей уже начали ее защиту. Традиционно она проходит в открытой форме. Одними из первых защищались будущие библиотекари. Студентке кафедры библиотековедения, документоведения и информационной деятельности Академии Матусовского Наталье Боевой удалось доказать, что читать сегодня не просто модно, а жизненно необходимо. Ведь человек читающий – человек успешный. Есть ли на свете книга, которая совсем ничему не учит? Ответ – нет. Ведь каждая из них добавляет крупицу знаний в нашу копилочку. Но, к сожалению, сегодня немногие люди читают книги. Именно поэтому студентка кафедры библиотековедения, документоведения и информационной деятельности Академии Матусовского Наталья Боева в рамках своей практики провела тренинг. С учениками 10 класса Луганской гимназии номер 30 имени Фесенко Наталья поделилась всевозможными методиками чтения, а также мотивировала ребят на прочтение романа Льва Толстого «Война и мир». В нашей школе-гимназии достаточно много посещают библиотеку, так как это является необходимостью при присутствии на уроке именно наличия печатного документа. То есть книга должна быть обязательна. Поэтому наши обучающие посещают библиотеку. Мы не испытываем дефицит. Но брать книгу и читать книгу – это разные вещи. Закрепил слова Натальи, да и в целом весь тренинг – мотивационный ролик, где на примере таких известных личностей, как Марк Цукерберг и Билл Гейтс, была доказана полезность чтения. Ведь то, что вы читаете, изменит вас. Из данного мастер-класса, я думаю, каждый для себя вынес что-то полезное. Ну, кому-то, может быть, это было неинтересно, но я думаю, большая часть заинтересовалась в нем. И, может быть, даже начнет больше читать, узнавать что-то интересное, выполнять свой словарный запас, развивать свое мышление. Чудесные звуки скрипки целых три дня звучали со сцены музыкального колледжа нашей Академии. Здесь проходил четвертый открытый фестиваль-конкурс исполнителей на струбно-смычковых инструментах «Луганский каприз». Наши корреспонденты побывали на фестивале и пообщались с юными дарованиями, а также с бессменным председателем жюри, заслуженным артистом России Юрием Ткановым. Второй день четвертого открытого конкурса фестиваля «Луганский каприз» оказался не менее напряженным. А что происходило на первом дне конкурса, советуем вам посмотреть в предыдущем выпуске студенческих новостей. Как и в первый день конкурса, строгая, но справедливая жюри оценивала участников из разных городов Луганской и Донецкой народных республик. Все, безусловно, волновались и надеялись на то, что именно в их руках окажется заветный приз победителя. Нам удалось пообщаться с потенциальными триумфаторами фестиваля, чтобы узнать у них, что чувствует человек, когда готовится к такому важному выступлению. Во-первых, радость, потому что я попала на этот конкурс. Во-вторых, есть такое, как боязнь сцены немного, то есть много волнения. И думаю, чтобы из-за волнения не сбиться. Самое интересное нас и конкурсантов ждало впереди, ведь итоги фестиваля объявляют на третий день. И вот свершилось. Жюри таки сделали свой выбор и огласили итоги конкурса. Дарья Йовстан. Эмоции меня сейчас переполняют, потому что этот результат, даже эти все труды, это настолько все долго. Достаточно долгое время я трудилась, шла к этому. Я подобрала очень сложное произведение на самом деле. Я усердно трудилась. Мой преподаватель Юлия Вейна меня очень хорошо подготовила. Мой концертмейстер Алена Балкова и они все меня постоянно держали, так сказать, в тонусе, таком хорошем рабочем. Мы очень все старались, работали. И ни в коем случае не будем останавливаться дальше, идти только выше и выше. Грандиозный конкурс фестиваля «Луганский каприз» подошел к концу. Можно спокойно выдохнуть, так как награды уже у своих победителей. Ну а мы будем с нетерпением ждать следующего конкурса и болеть за участников. Победа наших студентов в «Луганском капризе» была не единственной в эти дни. Алена Балкова и Алиса Проценко стали лауреатами конкурса в Санкт-Петербурге. Возможность принять участие в творческом открытом конкурсе юных пианистов «Виво ильпиано форте», который проходил на базе Санкт-Петербургского музыкального училища имени Мусоргского, у девушек появилась благодаря реализации программы интеграционных мероприятий между ЛНР и Россией. И студентка первого курса Академии Алиса Проценко, и студентка второго курса Алена Балковая стали на этом авторитетном музыкальном турнире лауреатами второй степени, в очередной раз подтвердив высочайший уровень Луганской исполнительской школы. К слову, первые места в категориях, в которых выступали наши студентки, не присуждались. Так что де-факто они лучшие. И еще одну победу из северной столицы России, гран-при международного конкурса фестиваля «На берегах Невы» привезли студенты специальности «Актерское искусство» отделения культуры колледжа Академии Матусовского Николай Башко и Мария Бондарева. Мы поздравляем наших с победой! В эти дни был у нас еще один повод для поздравлений. Двойной юбилей на сцене концертного зала творческого центра «Красная площадь-7» отметила выдающийся фольклорист, доцент кафедры теории и истории музыки нашей Академии Татьяна Ивановна Теремова. Из своих 70 лет жизни, 50, она посвятила творчеству. Названием творческого вечера Татьяны Теремовой стали строки. Владеющий чарами песен душой владеет любой. И это действительно о ней. Лучше всех она знает народные песни нашего края. В свое время вместе со студентами объехала самые дальние села, собрала и расшифровала более двух тысяч образцов. И человеческими душами Татьяна Ивановна тоже владеет. Умеет и расположить, и увлечь, и влюбить в жизнь и в народное творчество каждого, с кем общается. Татьяна Ивановна была еще моим педагогом, когда я училась в училище по классу фортепиано. Во-первых, то, что прекрасный учитель, милая женщина, всегда улыбчивая, заряжает добротой, позитивом и своими знаниями. Я с тех пор помню очень большое количество народных песен, потому что мы издавали народные песни. То есть она правильно учит. Мало того, что она милый человек, профессионал, человек, излучающий тепло, знания, свет. И юбилейный вечер получился очень душевным. Даже поздравления от официальных лиц звучали неформально надужно, а искренне восхищенно. Затем Татьяну Ивановну поздравили целым букетом народных песен. Вокальный ансамбль «Багрянья», фольклорный ансамбль «Луганцы», камерный хор «Альма-Матер», оркестр народных инструментов «Фолк-Мьюзик», солистки Вероника Кабанова и Диана Горлажи. Звучали в этот вечер в их исполнении и песни, записанные когда-то и сохраненные для нас Татьяной Теремовой. Удовольствие от услышанного получили все, кто находился в зале. Но больше всех, похоже, сама именильница. В этот вечер не только ей, но и она дарила букеты исполнителям. Щедро и искренне, как всегда. Ну, у меня самые положительные, потому что действительно энергетика здесь была такая, настолько сильная, что она у меня сохранится надолго. Вот как бы обратная связь. Конечно, я что-то отдаю, но видите, как я получаю. Отдает Татьяна Теремова много, всю душу, своим ученикам и делу, которым честно и искренне служит всю жизнь. Сейчас, кроме прочего, работает над монографией музыкальный фольклор Луганщины. Будем очень ждать ее выхода в свет. Не можем не поделиться с нашими зрителями и тем, как девушки Академии Матусовского 23 февраля поздравляли мужчин с Днем Защитника Отечества. 23 февраля – замечательный праздник всех мужчин и головная боль для девушек. Что дарить? Шутки в сторону, потому что мы пошли в люди и спросили, чего же нашим мальчикам хотелось бы увидеть в качестве презента от Академии. Каникул побыстрее. Выходной. Выходного. Не слишком капризно в своих желаниях оказалось примерно половина опрошенных. Самые опытные из преподавателей пожелали того, чем Академия может наградить сполна. Хороших студентов, чтобы ходили на лекции, ходили на семинарские занятия и делали классные практические работы. Хороших студентов прилежных. А чего в этот день захотели сами студенты? Ну, может, чего-нибудь пикатненького, но это уже лично мое скромное мнение. Ну, мне достаточно этого галстука красивого, красного. Люблю красные галстуки. Ну, честно, Академия – это подарок. Праздничные галстуки – инициатива девочек из студенческого совета. На каждом галстуке было индивидуальное поздравление, и вручались они перед входом в концертный зал. А тут уже их ждал сюрприз. Концерт-поздравление подготовили студентки второго курса актерской специализации. Большим женским коллективом под руководством своего художественного наставника они выясняли, каким должен быть настоящий мужчина и какой подарок ему нужен. Вот как раз носки, гель для бритья и кружки они не получат. Они получат творчество, энергетику, позитив и самые яркие улыбки наших девчонок. Ответы девчонки все-таки добились. И очень даже приятного. Выходной девчонки лучший подарок для нас – это вы! Еще раз мы убедились, что в Академии Матусовского учатся настоящие джентльмены. А мы не забываем, что надо дарить друг другу искренность, любовь и заботу в любой день, независимо от праздника. Вот такой увидела прошедшую неделю съемочная группа студенческих новостей Академии Матусовского. И пусть за окнами все еще холода, но в душах студентов уже царит весна. А это значит, что впереди нас ждет много нового и интересного. Мы с вами встретимся ровно через неделю и расскажем, как началась весна в Лгаке. А я с вами прощаюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова